Святая Сына и Святого Духа. Аминь, аминь. Замолчали все. Зачем? Поднялся из жизни. Уже молитва считается продолжать разговаривать. Одни и те же нарушители. Так, быстренько шторки все опустите задернуть. Первое послание апостола Павла Коринфянам, 9 глава. Свет там зажгите. Повторим стихи, которые прошли на прошлом занятии, коротко и приступим к следующему. Ибо будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был, как иудеи, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был, как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых законов, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждый закона. И 22 стих. Для немощных был я, как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделал со всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Толкование. Так и теперь для вас, по причине нетвердости в ваших убеждениях и удобопреклонности к соблазну, я не захотел питаться на ваш счет. Да и в тех случаях, когда он по немощи слушателей не говорит ясно о божественности сына или о божественности духа, знай, что он становится для немощных, как немощный. И что перечисляешь многое? Я ко всем применялся, хотя я не надеялся спасти всех, но желал спасти, хотя немногих. А это еще более удивительно. Но трудиться до изнеможения ради немногих – великое дело. Прибавил, по крайней мере, чтобы утешить учителей. Ибо хотя никто не спасет всех, но немногих без сомнения спасет. Потому не должно оставаться без действий. К чему призывает нас апостол Павел через этот стих? Мы-то должны понять, что это слово, оно и для нас написано, не только коринфянам. Слово Божие всегда живо и действенно, во все времена. Как оно относится к нам? К чему призывает нас через этот стих апостол Павел? Ты знаешь, делай как добрый учитель. Они будут сидеть хоть день, хоть два. Так, начинай прямо так. Оля, Симоненко, отвечай. В доске. Давай, быстро. Вот он говорит, я сделался для всех, всем. Он для подзаконных хочет приобрести. Значит, он как подзаконный. Да, как среди иудеев он, как иудей. Как мы должны действовать? Вот мы выше на проповедь. Мы должны, вот как мы должны понять эти слова апостола Павла? Что мы должны сделать для всех, всем. Ну, что мы должны? Стать так же, как они? Одеться, как они. Говорить так же, как они. Ходить, как они. И все делать, как они, чтобы нас приняли за своих. Или как мы должны поступать? Как мы должны понимать эти слова апостола Павла? Оно же руководство к действию к нам. Да, Людмила Степановна. Брат вот хочет сказать. Он прав, понятно. Людмила Степановна. Ну, я считаю, что мы должны, как Господь нам сказал, что мы должны в мире, чтобы нас видели люди, что мы верующие. Чтобы мы были светом для людей. И чтобы они сами к нам шли. Но мы такого не достигли уровня, чтобы к нам люди шли. Пока что мы к ним идем, и они от нас бегут. А бегут почему? Потому что наши недостойные дела действуют. Дела. Мы делаем плохо. И через дела они нас видят. И через дела они от нас убегают. Потому мы не делаем, как Христос. Мы не делаем. Мы не светильник в мире. Поэтому и действовать нужно, как Христос сделал. Надо быть кроткими. Надо быть смиренными. Какое самообличение, однако. Надо переносить все, что нам выпадает на этой грешной земле. Если мы это не будем переносить, а будем действовать с раздражением, то мы не христиане. Мы не христиане. Мы просто мир. Мы такие же, как мир. И что она к нам придет, и что она от меня услышит. Ах ты молодец, что с мужем поругалась. Поэтому я считаю, что мы должны жить, как Христос. Как Христос. Он говорит. Я буду судить внешний мир. Я буду. И мне предоставьте. Мы не имеем права судить внешний. Мы должны наблюдать за собой прежде. А если уж ты увидел, что брат согрешает, то ты уже ему можешь обличить. Но мы не должны обличать тех. Все. Хорошо. Как считаете, сестра ответила на поставленный вопрос или нет? По-моему, она углонилась от него. Совершенно не по нему начала. Вообще не тут. Ты прервай, как учитель. Видишь, не тут. Теп тянет. Ну, я думаю, что для всех стать всем. Это значит, гибким надо быть. И как рыбаки, они терпеливо ловят рыбку, забрасывают удочку и ждет, когда она на него клюнет. И мы должны, как это говорит, не динамитом глушить, а слово нести людям, евангельское слово. То есть какая наша цель? Наша цель донести слово Божие до людей, не знающих его. Объяснить, чтобы они поняли, что есть истина Господня, что Господь пришел на землю, ради чего он пострадал, воплотился, ради чего была эта жертва. А как мы это должны сделать? Мы должны, смиренные, кротко, это одно. Но как вот апостол говорит, что я сделался для всех всем. То есть что, мы должны подражать им вначале, чтобы они нас полюбили, а потом они уже будут принимать это слово. Или как? Брат. Апостол Павел это писал. Как он делал? Для всех я сделал совсем. Толкование читаю. Еще раз. Так и теперь для вас по причине нетвердости в ваших убеждениях и удобопреклонности к соблазну я не захотел питаться за ваш счет. То есть он видел, что они могут соблазниться. И потом его укорять. Ты нас учил, а мы-то тебя кормили. И для всех я сделал совсем. То есть чтобы не было этого соблазна. Он понимает, что они немощные, что они могут так его укорить. Тем самым-то ведет их в грех. Он тогда, а я не буду питаться за ваш счет, и тогда они его укорять не будут. То есть он вот такой вот... Опять не ответил. Опять не ответил. Толкование на другой стих дается. Он говорит-то... Подожди, Виктор. Продреши ему, пожалуйста. Да. Я вопрос тебе задам. Вот то, что апостол Павел говорит для всех, взял со всем. Это дело обычное или трудное? Над этим работать надо. Трудное. Он одновременно был, ну, регистрировался у меня в Лебяжке. И мы пошли в эту администрацию, в Лебяжинскую, ну, там, запомнили. И он заходит. Ну, отец Павел, сами представляете, там полтора центнера. Благочестие в нем было в то время. Благочестие. Он зашел, а там она женщина сидит. Она из какая-то церковь, новая жизнь. Ну, короче, сектанты какие-то непонятного течения. Он, о, как вы сектанты, вы все погиблись. Вы покайтесь. Она перепугалась на него, и я говорю, отец Павел, да к нам сейчас не подпишут бумагу-то. Ты что делаешь-то? Вот так вот, понимаете? Надо знать время и место. Кому-ка сказать. Даже среди верующих, вот мы ходим в православные храмы Московской Патриархии, и что мы-то видим? Даже там не всегда нас понимают. Вот и все. Не понимают. Да. А кое-кому обещали то наказание, другому другое наказание. Ну, хорошо, если пострадаешь за Христа. А может, по собственной дурости. Пострадать по глупости, а считать, что ты за Христа. То есть, знать время и место, и как сказать. То есть, есть понятие, вот мы разбирали на прошлом занятии, как благочесть, проповедь и благовестие. Вы поняли? Так что это разные вещи. Вот, ну, примерно вот. Ну, не совсем разные. Ну, понятно. Дело в том, что блаждают не там, я хотел сказать. Для всех сделался всем, чтобы они приняли, вот о чем он в конце-то, дабы спасти, по крайней мере, некоторые. Дабы. А работаешь, ты мне работаешь. Не о том, толкование дают. Берут его, гонят, куда попало. Пример. Ко мне приезжает отец Наум. Израилевич. Еврей. Православный батюшка. Я говорю, сейчас заходим к старообрядцам. У них вот не так, а вот так, два перста, вот. Ты понял? Понял. Ну, я думал, все и нормально. Докончил, пришел и крестить-то стал, а трои перст-то здесь, он им вот так вот, а два перста вот так вот выращивает. Я сроду не думал. Он все правильно сделал, но они сказали, что этим надо в лоб ткнуть-то, а не этими-то. И они ничего не заметили у него. Они за ним-то смотрели, не заметили-то. Я говорю, ты бы наделал белок-то, мы бы оттуда бежали. Так вот, для всех-то сделается всем с одной целью. И поэтому апостол Павел говорит, если вы обрезываетесь, никакой пользы от Христа нету. Это прошло. А сам берет Тимофея и обрезывает. Почему? Айти к евреям, иначе они от необрезанного слушать не будут. А раз он обрезанный, полукровка, они будут слушать благовестие. Ты пошел, примерно, сказать, русские староверы, беспоповцы. Как к ним подойти? Ты работала среди них? Ты должна узнать их учения. Они православные, но они считаются раскольники. Ну а те, кто отошли, почему? Нет священства. И тогда мне пришлось заново брать их книги, я их считал, но пришлось заново им брать их книги, которые о меня молятся. И там написано, Иерей глаголит. Я уцепился за те Иерей, значит, священник. Я с их наставниками беседую и говорю, Иерей глаголит. Так, а его нету? Как нету? Что, книги ваши укончились? А зачем вы их тогда берете? И стали говорить, что иерейство нужно. И причастие. А причастие это литургия. А литургия только священник. Их привезти надо в церковь. И вот теперь я с ним беседую, все на месте. Посты, какие соблюдаешь, ты должен не ради его соблюдать. Ты должен быть таким всегда. Не буду есть мясо, вина, вовек. Павел говорит. Вот. Я рассказываю только опыт свой. Как науку? Вот я был в Караганде, и пришлось с адвентистами беседовать. Какие они внимательные? Адвентисты седьмого дня, АСД. Меня они спрашивают, а вот вы чай пьете? Я говорю, а какой? Ну, магазин. Я говорю, нет, не пью, это наркотики. Не пьете? Нет. Вот это да. А кофе? Я говорю, кофе вообще не принимаю. А какао? А какао нет. Я и не знал в то время, что они не принимают. Они меня не знают, чем угостить. А как свинину? Свинину не едят. Я говорю, я мясо вообще не ем. А они меня в передний угол, говорит, под свои образа. Разговор какой пошел. Их руководитель сидит рядом, слушает. Он сказал, а что вы мучите? С меня теперь что не предусудительное? Все полезно, защищается постом и молитвой. Все, дверь закрыта. Но надо знать, где эта грань, где можно переходить, где нельзя. Для всех. Так теперь подумай, где ты трудишься. Тебе дано трудиться среди мусульман или нет? Какие слова сказать? Или пулю получить в лоб? Это вот важно-то где. Вот я пришел в храм Московской Патриархии. Вот понедельник прошедший-то где-то. Я вижу, что не так. Но нигде ни слова. Когда с батюшкой пока не встретились. Совершенно неправильно делают. Никак. Вот вышли, помолились, поблагодарили. Теперь уже пошел в благочиние, где крестят. А там мы теперь сели на скамейку. Теперь уже и начали говорить. Весенние достатки. Народ это даже и не понимает. Отдельно вышедшему, видя, что он уходит, я еще могу где-то сказать. Это очень и очень непросто. Ты должен многим пожертвовать. Я узнал, какой у них распорядок. Я стал говорить, но мы не можем ломать. Я настолько четко держу распорядок дневной, я сразу изломал этот распорядок. Я понял, что придется еще поднатужиться. Они ложатся всегда в 3 часа. А у меня подъем в 4.40. Явно, что час 40 мне не хватит для спанья. Но я, думаю, перетерплю. И Бог дал силу, перетерпел. А так а ты встал, ты и мешаешься. Да, мешаешься. Тут я где-то стукнул, где-то что-то. Но в 4.40 я обязан встать. Своё правило я не бросил, но ради переломал свой график. Я говорю просто как. Так я уехал, когда скользило, две баптистские общины примирились. А они все еще продолжали спрашивать, а этот человек был, он какой веры. Баптисты зарегистрированы меня своим, посчитали, а которые не зарегистрированы своим. А я православный, они даже и не знали. Мы едем с миссией мира, любовь, примирение. Не дано это, поэтому люди блуждают. Почему я не работал в этой области ни одного дня. Найтруднейшее, что есть вообще в посланиях к постам Павла. Вот это вот место. Пока за всю жизнь, за 51 год общения со всеми, я никого не встретил, чтобы он это знал. Баптисты, собрание пресвятеров, такие умницы сидят. Я говорю, скажите, вы православным проповедуете? Да проповедуем. Принимают? Да нет, говорят, они за свои обряды, иконы, идолы эти держатся и все. И все? А вы посты соблюдайте православным? Мы? Да, конечно, не по Евангелию. Павел говорит, не буду есть мясо. Вы можете сказать, так не будешь есть мясо? У тебя такая, не будет шайба тогда, как у Черномырдина? Ну, не можете. А ты ради православной среду-пятницу соблюдай. Так ты веры не изменяй. Ты евангельский христианин называешься по Евангелию. Но смири себя. Я буду соблюдать все православные посты. Пока ни одного баптиста не встретил. Утроба. А тут-то он мог себя смирить. Сказал бы пост великий, да страстная неделя, да я так. Да православные души нещают в таком-то. И они бы от тебя уже приняли Евангелие. Тебе не надо перетаскивать. У него задача перемануть к себе. Вот это намерко нужно истребить. Ему дать понять. А куда он пойдет, это его воля. Не перетаскивать. Этого нельзя делать. Эту дохлую рыбу из одной кадушки в другую переваливай. Только и всего. Понятно? Понятно. Понятно? А что непонятно? Понятно то, что нужно прежде всего жить так, как нужно, как заповедовал Христос, знать священное писание, как должно. Нужно канону Святой Апостольской Церкви, правило ее. И знать собеседника все, что он собой представляет. Его вероучения, его привычки, нравы. Все нужно знать, чтобы потом привлечь его тем привлекательным, что может привлечь в православии. И взять его как во Христу. Привезти его ко Христу главная задача, чтобы примирить его со Христом. Ну, допустим, обрезать Тимофея нетрудно. Обрезал, отболел две недели, пошел. Я приехал в Латвию. Мне говорят, это такие националисты. Они даже спросят мальчишку, куда пройти. Он вот так показывает. Вот. Хоть туда, хоть сюда иди. Они ненавидят русских-то. А я их уже полюбил, еще в армии. Я у кого остановился, спрашиваю. А вы по их разговариваете как? По-латышски? Нет, а сколько же? 21 год. Ну, хоть маленько-то знаешь. А нет, зачем мне нужно? Тут русских полно хватает. А как они соблюдают? Он ничего не знает. Я сразу же в латышскую бригаду их обычаи книжку взял по-латышски. Через три месяца я с ним уже разговариваю. Я знаю, какие праздники, какая пища у них где-то. Это до того добрые люди, они не знают, куда посадить. Да еще спросишь его, да по-латышски. А он знает, что ты русский. А я с таким русским, который знает латышский язык лучше моего. Они мне помогают, спрашивают. До того добрый народ. Почему? Будь как они. А теперь им ты давай, ну не забывай, хорошее от них взять. Еще вот что нужно помнить. Да, я когда вот был, тоже поделюсь своим опытом пребывания в Латвии, в Лигу, когда я первый раз приехал, но общался там с русскими в основном, а потом вышел на улицу и пошел, думаю, мне надо там музей истории медицины посетить. Спросил одной женщины, она мне объяснила, как, что. Видно, видно, что она не русская. И она мне объяснила, я пошел. Я пошел не в ту сторону, что-то не понял. Она меня квартал свой догоняла, остановила, говорит, молодой человек, они туда пошли. Это доброта. Нужно было ей догонять меня, чтобы объяснить мне еще раз. А мне говорили, что там вот такое предвзятое отношение к русским, там вот плохо. То есть, зависит от тебя, какой ты, прежде всего. И это общение начинается с тебя. То есть, если хочешь изменить мир, начни с тебя. Это должно быть правило для каждого, более для каждого христианина. Следующий стих, 23. Сие же делают для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Сие же делают. Что делают? Становлюсь для всех, как все, чтобы приобрести, по крайней мере, некоторых. Сие же делают для Евангелия, чтобы быть соучастником его Евангелия. Толкование. Благовестие называют верующих, которые спасаются через благовестие. Как и выше сказал, от благовестия жить, то есть, от верующих. Я, говорит, поступаю так для того, чтобы мне вместе с верующими быть соучастником в венцах. Говорит так не потому, будто делал это из-за награды, но для того, чтобы убедить их делать все для братьев, в надежде получить благо небесное. Заметь, смиренно-мудрый апостол, достойный ференства, он в участии в благих поставляет себя наряду с верующими вообще. И ремарка иглы. Кто из верующих слышал эти слова от своих пастырей, что они спасаются через благовестие, выделено жирным шрифтом, подчеркнуто, спасаются через благовестие. А если нет благовестия, то, следовательно, и нет спасения. Найдет ли Господь верующих на Руси, когда явится во второй раз? Если спросить православного, как он обратился к Богу, кто может сказать, что он обратился через благовестие? Да, брат? Ну вот если не обратился через благовестие, и он называется православным, он на сколько процентов православным? А как он обратился, если не через благовестие? Ну а зачем тогда здесь так сказано? Если обратился, так обязан обратиться через благовестие? По-другому как тогда еще? Если бы все были обязаны обратиться, тогда бы апостол Павел не сказал, что он должен благовестовать, что должны все спастись, тогда все должны были обратиться. А он говорит, хотя бы обрасти немногих. То есть апостол Павел говорил о немногих. А мы не должны рассчитывать на то, что мы повышали на благовестие, и все сразу должны прийти в Святую Апостольскую Церковь. Ну у нас-то сейчас в стране считаются верующими православными 70, не меньше процентов. Ну Патриарх вообще 82 говорил. Сейчас уже немножко планка занизывалась. Ну то есть вся страна православная. Так а где благовестие? Так а благовестие никто даже не нюхал, слыхал, не слыхал. Ну вывод тогда какой мы делаем? Откуда вообще люди могут вообще знать, что такое православная вера, если ни одного православного истина, пришедшего к вере через благовестие нет? Никто же не благовествует в истине. Практически. Ну вот я заметила, что в основном про веру, в частности, конечно, православную мы знаем, что многие слышали от своих родственников. Я, например, от тети узнала, от родителей, от знакомых узнают о церкви прежде всего, потому что это самое такое необычное в нашей жизни. А потом уже узнают о Христе. Но какая это проповедь? Очень-очень, конечно, примитивная проповедь. Но и тем не менее, все-таки это проповедь. Я вот на основании этого, например, обратилась к проповеди своей тети. И насколько, например, из своего опыта заметила, что вот так же, как зерно. Вот когда сеется зерно, оно бывает, что прорастает сразу. А бывает, оно годами лежит в земле, и все думают, что все пропало, сгнило. Смотришь, через пять лет сходит. Так я же сто лет назад там садила. Смотришь, зашло. Поэтому нельзя так говорить, что человек, вот раз он, как говорится, сразу не обращается, значит, он навсегда погибший. Совсем не так. Человек может через годы, даже через десятилетия вспомнить когда-то слышанную проповедь и стать совсем другим. То есть вот в какой-то момент у него произошло вот это вот пробуждение духовное. Так, ну вот давайте тогда разберемся, что значит обратиться к Богу. Услышать о Боге – это одно. А вот обратиться к Богу, что это такое? Он обратился к Богу. Нина Александровна. Обратиться к Богу – это принять Его как своего Спасителя. Впустить Его в свою жизнь. Это принять не только как своего Спасителя, но и жизнь свою направить по образу и подобию. А вера написана «отслышание». Отслышание – от Слова Божия. Поэтому обратиться человек другим путем никак не может, как только через Слово Божие. То есть отслышание. Я бы сказал более даже определенно, что когда человек обращается по-настоящему к Богу, он имеет рождение свыше. А если рождения свыше нет, то и нет обращения по-настоящему к Богу. Тогда есть теплоклавность, тогда есть по привычке хождение, тогда требы, тогда свечи, тогда все есть, но нет истины. Тогда нет горячей любви, о которой говорит Господь в Откровении Иоанна Богослова. Через это Откровение Он нам говорит, напоминает и Петская Церковь, и нам в том числе, чтобы мы не потеряли первую любовь. Вот эту первую любовь, когда вот эта возгорелась она в нас, и чтобы эта вот любовь, эта первая, она сохранилась. А потом все остальное, там дается в толковании на этот стих, где говорится о первой любви, что все ты сделал, остальное. А если ты потерял эту первую любовь, Господь тебя извернет. Отвернет так же, как и Петскую Церковь. А я вот еще, знаете, читала у Геннадия Фаста информацию такую. Они по Енисейскому благовест... Ну, у них какой-то там, наверное, на теплоходе или где-то, они там останавливались и на причалах, и благовестивали. А потом они и так, и параллельно собирали информацию. Население, сколько человек верующих. И они исследовали, по-моему, две тысячи человек. Я статистику эту не помню, вот так вот, какую он приводит. Ну, примерно вот из двух тысяч человек, а сколько верующих не оказалось вообще-то. А вот кто посещает храм от случая к случаю, это по Пасхам, там, в Рождество, такие люди находятся, и очень тоже мало, совсем немного. И один процент только оказалось из этого верующих, которые входят в храм и которые, ну, стараются вот так вот жить. То есть совсем-совсем это еще не знать, что от благовестия правда все этому веровали. Правильно? Хотя бы обрести некоторого. Да, да, да. Вот такая статистка. Ну, и вот мы из своего опыта можем сказать, что когда вот было, так сказать, принято широко, что открыто было, что православие вот оно доступно теперь, и вот в этот момент, в 90-х годах было благовестие, и оно имело свои лады, мы видели это воочию. То есть аудитории в АГУ, в Алтегуу были наполнены, было полно, даже мест не хватало. И проводили занятия по переплету, и интересные были лекции одновременно о православных картинах на православные сюжеты, на библейские сюжеты. Все это было здорово. И полно было в аудитории. И в храмах было полно людей. А сейчас и в храмах люди только приходят правильно, только когда отпевают, и когда на Пасху. Ну, еще на крещение, и все. А остальное время уже там и в храмах тоже нету. А теперь мы сколько ходили, сколько раздали Евангелий, сколько мы проехали деревень, а народа-то нету. Почему? Потому что нам апостол Павел говорит, как хотя бы некоторых, и ради этих некоторых мы это все и делали. Да, я хотел привести маленький пример. У нас были здесь Малютины. Ну и Раиса была Малютина. И она, ну как ее сказать, ну такая, как наши сестры почти все. И вдруг, я-то не знал, что они отъезжают, а она перед отъездом решила проявить подвиг духовный. Подходит ко мне и говорит, я вот, Игорь, ну тоже на занятиях осталось, и говорит, я вот, Игорь, пойдем, когда на благовестие, с тобой хочу пойти. Можно с тобой пойти? Я думаю, какой прям, хоть бы сказал, что уезжает-то уже. Я больше ей это рассказал. И я говорю, ну пожалуйста, конечно. А что, прям со мной? Да, вот только с тобой пойду. Ну все, пойдем. И пошли мы сейчас, где строится, это был кинотеатр вот здесь, Первомайский. Напротив, там огромный, это 12-этажный дом. И вот мы его с ней проходили. Ну там разбились паром все, и парами вышли. Я говорю, ну ты сама хочешь благодать? Она, я хочу сама прям вот к людям обратиться. Ну, сказать им там все. Ну, сначала тебя послушаю. Ну хорошо, начали с верхнего этажа, заехали. Ну, так же звоним. Люди открывают, представляем все православными. У нас с собой литература, Евангелие, Новые Заветы. Все это раздаем. Я говорю о Христе. Ну, проходим один, так же второй. Я говорю, ну ты, начинай. Она, нет, нет, я не готова. Не готова. Потом на каком-то этаже она мне говорит, нет, нет, ты не так говоришь. Нет, 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 что-то не то. Что так мало люди интерес это проявляют? Открыли, ты им дал, они закрыли. И все, а то их не берут. Нет, нет, что-то не так, что-то не так. Все, ей что-то не так. Я говорю, ну ты сама-то, ну поговори с кем-нибудь. Нет, я еще не готова в дверь. Я говорю, ну вот давай сейчас вот первый, кто человек встретится, из лифта выйдет и спросим у него о Вере. А ты расскажешь. Она, ну хорошо, ладно. Открывается дверь, выходит молодая девушка. Симпатичная девушка, накрашенная, все, ну в плащике таком, все нормально, серьезно, виду нет, все. Ну, обыкновенная девушка. Начинает она свое движение. Я говорю, простите, пожалуйста, мы православные. Вот о Вере хотел ее спросить. Ну, и Раиса вот так расплылась, я такую улыбку, все. Ну, я вроде как хотел передать, вопрос задать. Она, о какой Вере? Вы что тут ко мне пристаете со своей Верой? Я говорю, да, я хотел спросить, вы веруете в Бога? Нет. Какой Бог? Да что тебе от меня надо? Раиса такая, подождите. Улыбка как с лица слетела. Нет, подождите. Девушка, это что? Она, отойдите от меня, я вам сказала. Повернулась в лист, в лист быстро шмыкнула. Раз нажала, стоит вот так на дырях и на нас смотрит. А та, нет, это как так? Вы что, отрицаете Бога? Так, я вам еще сказал, идите от меня. И поехала туда-откуда себе, вверх или вниз, не знаю. Раиса Малютина встала и такая, а, а что, а как это так? Я говорю, ты, говорю, как вот упала для меня откуда-то с неба. Ты что, никогда с людьми не беседовала? А мне, а что, я же ходила сюда, я Игнатия Тихоновича слушала, мне все понятно. Он мне вот все объясняет, мне все понятно. И вот, сестры, вы точно такие же все, я смотрю, как одна. Вот у вас, вы вот как эта Раиса Малютина. Как будто вы никогда не ходили на, не разговаривали с людьми. Вот особенно Людмила Степановна меня. Она удивляет в необыкновенном удивлении. Ну, являться это плохо, я понимаю, но я над вами, сестры, удивляюсь. Вы слушаете Игнатия Тихоновича и ничего не понимаете. Вы слушаете Феофилакта Болгарского, вам это вообще ничего не понятно. Это через пень на колоду. Игнатий Тихонович вот эмоции дает, здесь без эмоций читаем, поэтому все ясно. А Ивангелие для вас, это вообще, это как будто темница какая-то, вы зашли и темно. Это как люди, которые про пещеры рассказывают, там под землей, под земель, а завели их в под земель, а не встали, ну давай идти дальше. А тут же темно, да ты что, правда темно что ли? А там еще и холодно оказывается, и сыро, и люди умирают всего лишь через 10 часов переохлаждения, если у тебя нету никакой защиты. Вот так вот оказывается все странно. И вот вы все такие странные, вот такие, 2000 опросили никого верующих. Такое впечатление, как будто она с нами никогда не ходила. А где вы видели верующих-то? Да мы обошли весь Барнаул, если вы забыли. Я вам про 12-этажку с Раисой Малютиной только напомню. Она хрупкая, не очень такая спортивная женщина. Мы обошли не одну с ней 12-этажку. Один раз у нас было, мы обошли 1200 квартир. И вы думаете, мы не обходили, ни в одну не позвонили? Мы во всех были. И у нас было Евангелие, ну допустим, ну 50, и мы не все еще раздали их. А нас почему? Нас в половинах пустили, в 600 нас пустили. В 300 квартирах дали нам сказать слово. В сотни мы проповедовали людям. Но визитки взяли, допустим, вот в этой сотне. А Евангелие взяли только. Нет, нет, нам не надо, у меня есть. У нас есть, у нас Библия есть, у нас у всех все есть. Но спрашиваешь, а вы в церковь ходите? Ну как вам сказать? У всех вот это. Ну как вам сказать? Вот это вот, как вам сказать? И потом в 2005 году вышла книга. Социологический опрос о том, сколько населения верует в нашей стране. Вот Игнатих, значит, мне дал. Сорокин какой-то, или что, я ее там документировал, у меня есть она. И там написано, милиции вышло, к примеру, где-то около 175 тысяч в Москве на Пасху 2005 года. Приготовились к огромному наплыву, все там, начинили свечей наделали, будет у нас доход. А пришло людей всего 120 на всю Москву тысяч. 120. И еще некоторые по нескольку раз в разные пришли, потому что социологи везде там стояли. Вот оно что получается-то. И когда все посчитали, сказали, да как в Москве 15 миллионов, ну со всеми там этими поселками, городками и так далее. Они думали, что придет не меньше полтора миллиона. И поэтому столько милиции нагнали. А милиции оказалось больше, чем людей. И когда посчитали, прослезились. И эту книжку никто не знает теперь. Чего непонятного? Вы возьмите, вот ходят ваши там соседние знакомые. Вы подойдите к ним и скажите, Это, ты же православная. Ну православная там, в храм ходят они иногда. Есть такие, давай заниматься Словом Божьим. И вы услышите, что вам ответят на это. Вы что, никого не обращали? Или то, что Игнатий Тихонович говорит. Вы там идите, собирайте там, кто рядом с вами, соседи, и с ними проводите занятия. Сколько у вас проводятся занятий, дорогие братья и сестры? Кто проводит занятия со своими соседями? Кто жаждет там слышать Слово Божьего? Игнатий Тихонович. Все, что брат Игорь сказал, это правильно. Я только чуть дальше хочу сказать. Главное сей. Аминь. Сей доброе семя всегда. Пожьешь, что посеял тогда. День жатвы придет, не замедлишь. Пожьешь, что посеял тогда. А рядом у страшное поле. Не враг ли посеял там зло. Колючей опасной травой. Так густо оно заросло. Вот я как раз хотел на практике сейчас показать. У нас сегодня есть люди, которые пришли первый раз сюда. А о них написано в книге. Для Слова Божьего не туз. Я только включу один момент. Слово покаяние. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Вот перед тем, как веровать, людям надо покаяние. У них покаяния нет. Это человек, у которого покаяния такого не было. А вот оно пришло покаяние, оно пришло. Так, быстро математике скажите. С 86-го года сколько лет прошло? 28. 28? 28 лет. Семя, которое сеял я, оно лежало мертвым грузом, как в гробнице фараона. И сейчас начало давать росток. Это так, что... Лензина. Татьяна Владимировна. Она вот перед вами. В 1967-го года рождения. Она была среди моих врагов, которая давала письменные показания против меня, когда меня судили. Я сидел за решеткой, а она в это время рукой свою водила вот эту клевету. И теперь оказалось, что все это от научения родителей. Всего-то 16 лет было или не было. И она говорит, сейчас она сама прочитает, что на какой странице, откуда это взято. Ее сердце томилось. И она сегодня пришла для того, чтобы все это сказать. Я сейчас немножко вывел, рассказал немного о покаянии. Почему у нас в стране не перестройка ничего не изменяет? Все ненавидят эту страну, готовы разорвать на части. Везде. Потому что нет покаяния. Гитлеровская Германия принесла покаяние фашизме, национал-фашизме-то. И она встала. И оттуда во время перестройки шли помощь победителям от побежденных. Ну это знают. Папа Римский вышел, принес покаяние за то, что некоторые епископы сотрудничали с фашистами. За то, что они не очень активно участвовали в спасении евреев. Перед евреями Папа принес покаяние. У русских не было этого покаяния. Ни за ненависть к евреям, бей жидов, спасая Россию. Ни один патриарх не принес. За это поганое изречение, страшное, антихристианское. За черную сотню, которая одно только задушить евреев и революции не будет. Будет. Министр внутренних дел Витта говорил. При таком отношении, вот куда можно, нельзя евреям это делать. Не дай Бог, случится революция, они все потянулись в революции. В правительстве Ленина где-то 93-90% было евреев. Это все опубликовал журнал Алтай, на Алтае Союза писателей. А официальные данные тут уже и по фамилии идут. Где отдел естествия 100%, отдел просвещения 95%. Евреи, это еврейская революция была. Так это пришло то возмездие. Как все время обращались. Покаяния не было. И Татьяна готова сейчас просчитать, ответить на вопросы, какие зададут ей. Это будет перед всем миром покаяния. Так, пожалуйста. Книга называется, я сейчас покажу ее. Это второе издание для слова Божия не туз. Ты прочитай сначала, что папа говорил здесь. Это они говорили у следователя, вызывали их, и они там записывали в следственном отделе. А я сижу вот, а я парюсь. Я узнал только, когда читать стал. При закрытии дела, мне все, я стал читать. И с ней у меня разговора-то никакого не было. Она-то зачем, думаю, приплюсовалась сюда. Теперь что же ее ожидает? Какое горе, как она будет нести это поругание? У меня о ней забота там была. Я знаю, что без последствий не бывает. Она поселит, это в детях отразится. В соседях. Везде будут люди, которые ее подвиг, в кавычках, будут повторять против нее. И отец не принес покаяния, не раз встречали. Так, сделайте, чтобы вот так выделиться с ней, чтобы не было шума. Никогда не допускайте этого шума. А когда он освободился, то закон гласит так, что я был реабилитирован, дела обязаны мне представить, когда я попрошу. И я сидел там и все выписывал, вручную. Это, допустим, 4 тома, или там 44 раз здесь сидел. Сначала со мной сажали человека, следователя, наблюдать, чтобы я еще не вырвал. А когда узнали, кто я такой, они меня одного оставляют. Один человек сидел, закон гласил, и они выбирали какого-то человека, ну, небольшой должности. И он рядом сидел, книжку читал, а я рядом с ним. И я выписал все, что здесь есть. Так, пожалуйста, Татьяна, прочитай. Можешь встать, прочитай. Какая страница книги? Так, громче. Встать надо? Да. Ну, прочитай, чтобы видно было. В городе Артемау, жена церковная, христианка, сладкая. Вот, 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 это что? А, Владимир Васильевич Лентьев. Твой отец? Да. Так, какой год рождения у него? 40-го, 1940-го. Так, и по порядку, что он говорил? Город Барнов, жена церковная христианка. Погромче еще. С Лапкиным у нас православных коренные расхождения. Это понятно. От него стараемся держаться подальше. Главой нашей церкви является отец Николай Войтович. Главой же сектантов Лапкин, Игнатий Тихонович. Они спиртное не берут в рот, а мы ведем себя, как все граждане. Прелесть. Лапкин и Речкунов, по-моему, сильнее нас в своем учении, то есть они фанатические в своих убеждениях. В нашу церковь входят лишь за тем, чтобы переманить свою секту. Лензин выложил следователю всю доступную ему информацию на более близкие друзья Хлапкина. Ну и все, я выписал. Дальше. Мое признание. Кто говорит? И еще более разведение. Нет, нет, заголовок. Лензин Татьяна Владимировна. Это вы. Да, это я. Я не думаю, что мы встретимся. Она будет читать книгу и вот так вот. Это вот вы видите, что делается. Дальше. Лапкина я отношу к Раскольников, Ощепенцам. Занимает, заманит свою веру. Он человек хитрый. Со слова отца заманит всех, кто... Она что-то могла, так и говорила. Это не ее слова-то. Заманит свою веру. Он человек хитрый, неискренный. На мой взгляд, выгоду определенную имеет. Не зря же разговор, что у него в Новосибирске собственный дом, в котором все хорошо. В Новосибирске дома я там даже не был. Ну, может, и брат тут там связал, когда себе пленянится. А где-то еще там было написано, что у него в Алма-Ате дом, то есть дома. Дома искали. Я живу в бараке, где крысы, все проедено, и маленький сугроб снега за пешкой лежит всю зиму. Ругает священников. Он баптист, искажает истинное значение православной церкви. Она знает истинное значение. Она истинное знает, а я искажаю. Теперь я ее знаю. Он, как и баптисты, Матери Божьей, не признают, хотя вслух и не говорит этого. Даже вслух я не говорю, она уже знала все так. Ясно, что ей это... Ну, девчонка, она никакого отношения-то и не имела. Но следователь это все запротоколировал, все записал, потому что... Но я убеждена, что он не православный, хотя и не в состоянии объяснить этого как. Он не православный, доказательств не надо. Она просто чувствует. У нее сердце прозрительное, и она так. Интуиция женская. Сходится? Ну, я даже не знаю, что там... Сколько лет прошло... Вот это-то написано. Водпись ваша стоит, это все подписано дословно. Ну, я зачем бы лишнее писал? Вот у меня приходит... Зачем мы такую книгу поместили, когда против вас? Я говорю, я не рецензор. Я люблю своих, уважаю своих считателей, и поэтому о себе я не ищу дифирамбы. А все, что сказали, хорошее, плохое, я все записал. Вот она назвала меня сектанты, я не признаю Божьей Матерь. А я Божью Матерь признала на раньше, чем свою собственную Матерь. Но я родился в этой старобрядческой семье, а там это на первом месте Божья Матерь. Я ее считал, да уверен, что она важнее, чем Христа, потому что она Матерь. Я вот как считал-то. Как я мог не считать? Тебя сегодня Господь привел. Какое твое сердце? Что ты хочешь сказать? Хочу сказать, что, конечно, истина здесь. Сердце тебя томилось за это год? Конечно, конечно. Ты в этом раскаиваешься? Конечно. Видите, сегодня радостный верен. Спасите у вас, Плитания. Я даже не вошел в руки, пришла сегодня. Я тебя когда увидел, спросил, это кто мне говорят? Это Таня Лензина. Я думаю, ей сейчас и собираются. Спаси тебя, Христос. Это наш Господь так с тобой сделал? Это чья девочка? Внучка. Ваша внучка. Вот когда вы... Сколько лет семя росло? Я возвращаюсь к брату Игорю. Видишь как? Вы ходили. Ваши шаги ангел считает, как принято говорить. Прекрасные ноги, благовестник. У тебя такая операция тяжелая на ногах была. Твои ноги прекраснее, прекрасных ног. Ты ревностно шел. Ты говорил. А никто не обратился. А это тебе и не дано обращать. И сеющие. А за тобой кто-то пойдет просто поливающие. Ничто. Нуль. Все Бог возвращающий. А Богу не угодно или угодно, Он так и сделает. Когда кто обратится? Мы ведь... То, что мы делаем... Возьмите карту, откройте. Когда, если мы вернемся нынче с путешествиями. И посмотрите, Владивосток, порт, находка. И потом посмотрите... Там Тихий океан, там собака, ураган купалась. А теперь будет Португалия. Она в Атлантическом океане покупается. Она купалась в Северном море, где мы были. Теперь поедем мы на север. Северное море еще покупается. И мы туда везем и везем и везем Евангелие. Литературу. А обратится ли кто? Не знаем. Но через книги... Вот сейчас сколько пришло новых. И не просто рядовые. Сильные руководители разных сект. Я у них был пресвитером 10 лет. Ну, я... Уже книги получил. Для меня это такое сокровище. А другой получил книги. У меня родители-то ведь неверующие. Они еще Евангелие дал, не понимают. А тут у вас с толкованием. Я им объясняю крещение, не понимают. У вас в крестном православии все есть. Вы как автор пошлите моим родителям. Дал адрес. И тоже выставляют в интернете квитанцию. Большую увеличенную квитанцию на почте. Я заплатил с печатью и все. Я говорю, уже ушло. Татьяна Капустина, где она у меня? Вон она. Она уже отправила. Сейчас спрашиваю как. Так что нечетен труд перед Господом. Таня, да благословит тебя Господь во всем. И я прощаю. Да я ничего и не имел. У меня это как. Просто я еще раз хочу сказать. Не ждите плода сразу. Вот они не приняли вот такой процент. А ты иди. Тем дороже будет награда пред Господом. Ян Златоуз говорит, если кто-то обратится от твоей проповеди, то награда на небе уменьшается от этого. Потому что часть награды ты получил в радости, что кто-то обратился. Это твоя награда. А когда ты старался, делал 1200 квартир, прошел в день, и никто не пришел нигде, полная награда только на небе будет. А Златоуз говорит, ну пусть мои награды будут меньше, только обратитесь. Вот в этом весь Златоуст. Мы радуем об этом. Но кто придет, не придет, мы этого не знаем. Я вот получил на бланке из Софии, Болгария, благодарность из Сербии за книги. Какие книги, это понимают. Вот у нас митрополит Элорио, и он зашел на наш сайт, видимо и на форум, и отцуки ему написал, это сколько же труда у вас тут положено. То есть он краешком коснулся и понимает, труд там положен. И мы это делаем, по крайней мере, некоторым. Вот сегодня утром только на меня вышел один священник. Священник? И я его, не знаю, так положу сюда. А он говорит, видимо он из группы Ижевских, когда три священника там восстали, тогда было где-то. И я заштатный. И где-то там помогает или что-то. Но я с вами, я вижу правду здесь. Он где-то около Санкт-Петербурга. А другой ему священнику, наш знакомый из Краснодара, говорит, я решил познакомиться с нашим сайтом его. Ему посылаю и говорю, Гидуев его фамилия, видимо из каких-то там, из тех южных народов. А он говорит, а Игнатий-то я знаю с 86-го года. В Новосибирске был, я его слушал. С 86-го. А я хотел вас познакомить, а сам-то год знакомый только. И тот такие слова говорит, сколько у него благодарности. А тогда ничего нигде не было. Ну был священник, я говорил, собирались, забирали в парке. Сидело там 20-30 священников, я никого не знаю. Я говорю, на вокзале иду, и один мужчина подходит, и видно выпивший. Гражданский. А вы меня не узнаете по руке, вы же лапкин, да. А вы помните, вы вели занятия, и нас созвали всех в краевой отдел УВД, всех прокуроров и зампрокуроров края. Так я один из них был. Знаете, это мне все в сердце попало. Да вы не смотрите, что я выпил. Я просто, ну, приехал, он где-то на районный центр, я расслабился тут маленько. У меня все расслабляется. У него только гайки сильно закручены маленько. Да какое довольство, что он встретился. А я-то там побыл, за мной сотников прижал полковник. Я в тюрьме был, они меня ждали на машине, полковники приезжали. Тогда такой спрос был. И я, да, я помню, это памятная встреча. Но прокуроры края, там, помощники, это же не каждый день. Ну и ушел. А спустя столько лет семечка начинает прорастать. Вот начальник тюрьмы меня вызывает, полковник Соломин Александр Семенович. Какие он вопросы задавал. Ну ничего же не было. Ну, задавал, ну а дальше что? Ничего. Дальше мы с ним перезваниваемся. Он умирает. И жена говорит, умер по-христиански. Следователь меня допрашивает, все это пишет здесь. А потом следователь встречается и говорит, да я крещение-то с полным погружением принял. Ездил в научный городок и все сделал как надо. Ну, видишь как. Поэтому сильно, брат, не огорчайся, что не приняли. Возблагодарю Бога. Тебя Бог возлюбил, дал тебе познать истину. Я вообще не понял, о чем речь идет. Я это для тебя сказал. Спаси Христос. Я вообще не о том. Я не закончил просто. Я о другом говорил так. Я как раз хотел в противовес Людмиле Степановне сказать, что дело не в том, что ты грешен, многогрешен, что-то ты там неправильно сказал и так далее. Дело не в этом как раз. Я хотел сказать, что Златоуст еще об этом говорил. Я, говорит, буду проповедовать просто стенам. Там ангелы будут. Даже если будет пустота. То есть даже во сне должна внутренность нас учить. Мы должны во сне проповедовать людям. Вот до какой степени должно доходить. Спроси, во сне кто-нибудь проповедовал или нет? Я проповедовал. Я проповедовал, вот так показывал. Говорю, а вот написано у пророка Исаии. Проснулся. Вот так. И гляжу на руку. Рука поднята, у меня в палец так замешу. Я во сне, вот теперь на его и сам на свою руку смотрю. Так вот, я хочу, возникла у меня такая мысль. Еще вернуться к этому стиху, к 23-му. Сие же сделают для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Какая интересная мысль здесь заложена. Что мы проповедуем, благовествуя, вернее сказать. Но мы уже поняли, что эти слова практически синонимы. То есть, если мы благовествуем, то мы продолжаем писать Евангелие. Оно как бы еще не написано до конца. Вот этим благовестием мы становимся соучастником его. Правильно я говорю, Игнат Игорь? Неправильно. Неправильно? Нет. Там не написано, что надо писать соучастником. То есть, к чему он призывается. И кто участвует в его исполнении. И я один из них, которые восприняли ревностно, исполняю. Соучастникам Евангелия. Участники Евангелия тех, которые несут это Евангелие. Слово Евангелия – благая весть. Благая весть, когда в книжке, это еще не благая весть в полной силе. А когда вы идете, вживе это делаете, или там в интернете, или как-то передаете. И я его соучастник. Именно в этом. То есть, я один из сотрудников на поприще благовестия. Примите меня, знайте все. Недавно она сектанта другим доказывала. А они против меня, там православные. Она говорит, вы хоть маленько послушайте. Вы слышите, вот в конце этого ролика, она минуту указывает, что Игнатий Тихонович говорит. Он говорит, в конце расписает, как я люблю моего Господа. В этом он весь. А вы-то о чем говорите-то? Вы повторите его слова. Как я люблю моего Господа. Она это поняла. Я недавно с одной душой разговаривал. Она в сектантах. И у нее и духовное рождение. И у нее истинное крещение Духом Святым. Сейчас она пришла в православие, все время берет у меня данные. Теперь она поехала, священнику принесла десяти, но он не берет, и говорю, к ногам положи. И читал, да? Вот, Елена Башкова, да. Господь благословил ее. С ней радостно так общаться, у нее улыбка не сходит. Она все, отделась там, стоит, только не вылазь из этого. Видит она Тони так, вот, ну почему это так? Я стараюсь, славянский язык уже многое понимаю. Она набродилась везде, стосковалась, я приехал домой. А где Галина? Она уже давно не ходит. Ну, надо помолиться и спросить у нее. Сказано было, вот, дошла до меня вещь, что у нее болит колено, и она пошла в храм, который рядом. Проховоришь? Кубайкину Галину Ивановну. Я вчера вечером ехала в совслужбу, она стояла около Никольской церкви. Вот так вот. Все легко и просто выяснить. Ну, вот надо будет, все-таки спросить надо, найти надо какой-то... Да, ну я позвоню, конечно, спрошу, но не только я, давайте, и сестры тоже, еще кто-то. Я с ней беседовала, да, она сказала, у меня полностью сорвана спина, я из больницы не вылажу, каждый год пролечиваюсь. Очень болит спина, я не могу, я в ближайший хожу по этому, там... Никольский? Да, это Никольский. Понятно. Нет, Никольский. Болеешь. Сто процентов. А это еще ведь отражение, прежде всего, душевной болезни. До времени-то не будем, брат, судей. Право мы, неправо. Не знаем, где мы завтра будем сами. Я просто упреждаю, чтобы не было этого. Я не говорю, что конкретно этот человек так вот именно этим прикрывается. Я просто упреждаю, потому что у меня была такая ситуация, я как бы возникла такая мысль, чтобы прикрыться вот болезнью там, но потом вздрогнул от этого, от этой мысли и ушел от нее. Можно? Дожди еще одно слово сказать немного. Вот нужно смотреть, кто что говорит, слова не пропускать. Один профессор выступает, ну и студентам рассказывает, медицинский университет. Когда я учился на третьем курсе, у меня товарищ был такой, ну он хороший, но дорогу кошка перебежала в коротких штанишках. И мы влюбились в одну особу, одинаково. Я парень был, ну, видный. Но она почему-то предпочла его. Еще неизвестно кому. Он повыше был, наверное, у вас. Не знаю, что, говорит, было. Но я все, остался с носом. Выражение с носом вам понятно? Да. Так, вы поняли? Тема наша сегодня идет о сифилисе. Вдруг мы остались без носа. Неизвестно кому повезло. Неизвестно кому повезло. Это уже известно. Теперь уже понятно, у кого нос провалился. То есть Господь его спас от беды. Она была вольная девица. Ходила где не надо. И вот такое дело. Я остался с носом. Оказалось это в буквальном смысле. И положительно. И надо просто благодарить Бога. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Сколько раз мы слышали этот стих и еще раз толкование. Доказав, что нужно не сходить с братьям, ведет к ним речь уже более строгую. Слова его имеют такой смысл. Не думайте, что для спасения вашего достаточно уже того, что вы уверовали и вступили на поприще церкви. Нет, этого мало. Подобно как и для бегущих на ресталище, мало просто бежать. Но нужно еще бежать безукоризненно. И при том до самой цели. И кто так бежал, тот только и получит награду. А вы в опасности не получите ее. Потому что, зная более, чем другие, пренебрегаете братьями и вкушаете изоложертвенное. Вот и на выбор. Поднимай. Одного, второго, третьего спрашивай. О чем? Придем, привет. Ну что же, растерялась. Вот Надежда Ивановна, молодец. А ты каждому говоришь, двойка тебе, завтра с родителями придешь. Не придет уже с родителями. Вкушайте изоложертвенное. Это похоже, имеется в виду, не боитесь соблазнить ближних. По-моему, так. Ну, там так и сказано. Ну, об этом, конечно. Так, еще кто? Ну, мы же много раз слышали. Брат, давай, говори. Че я? Че, больше некого. Ну, да. Че сразу я? Продолжай сразу. Ну, это к нам как-то относится, что мы вот должны бежать, как на арестовище, чтобы получить награду. Или мы вот должны успокоиться. Вот мы уже напитались, много уже ходили в университет в один, во второй. Можно? Да, брат? Я хочу не про это сказать. Ну, про это, но не про это. Дело все в том, что вот много ходили. Вот как бегут бегуны? Вот тут все время бегуны, бегуны. Вот хорошо сказать бегуны. Но бегун там, во-первых, к этому подходит, его там уже кормят. Он ничего не делает, что он мешки, что ли, таскает? Ну, побегал нам в удовольствие, молодец. А если ты заявил какие-то звания, да поперло тебе. Вот, глядите, есть там какой-то чемпион. А потом через год или у них там эти чемпионаты идут, то закрытые помещения, то открытые. То там в Австралии открытый чемпионат, то в России открытый чемпионат. Но этих чемпионов мира, думаете, один, их все равно много. Вот в чем дело. То есть он там пробежал на стадионе, занял первое место, и второе тоже хорошо учитывается, и третье. До пятого, кстати, сейчас дают деньги. На том стадионе, на этом стадионе, на десятом стадионе. И везде их-то прославляют. И везде им венки. Раньше лавровый венок. Да к этому лавровому венку давали там всяких еще сколько прерогатив. Памятник там из золота в его рост. Ну, как из золота, позолоченную, все равно это же деньги. И всегда это материально оплачивалось. У верующих этого нету. У нас не материальная оплата идет, а духовная. И не один может победить. Здесь к одному говорится почему? О напряженности вот этого состояния, о котором говорит Господь сам. Что Царство Небесное силой берется, и употребляющий усилий восхищает его. Вот о чем здесь идет речь. И поэтому это всегда нужно страшное напряжение самого человека. И Господь дает силы. Но только когда? Когда ты идешь сам на это, когда идет молитва у тебя, когда вся жизнь у тебя подчинена. Именно вот этому благовестию, когда ты соучастник вот этого движения. У нас же что происходит на деле? Один ходит, ходит, перестал ходить. Ходут тут, ходут. Перестал ходить. Все, никто не ходит на благовестие. Все. Как будто все рассыпались. Почему второй не пошел? Третий не пошел? Братьев сидит тут, целый угол. Посмотришь, сидят братья мощные. Все сидят. Зайдешь туда, тоже сидят. На проповеди все сидят, братья. Человек 20 братьев. Но все сидят. Вышел, никого, братьев нету. Ну, есть вот братья оставшиеся. Но они тоже не пойдут сами. Придется вставать и идти опять. Не пошел, никого нету. Все, как рассыпались. Пошел, встал, идут тоже, втягиваются. Как щенки на поводке. Я думаю, уже так нет. То же самое с сестры. Ну, сестры, понятно, это слабые немощные сосуды. Но братья-то должны, наконец, подняться и пойти. Ну, кто побежит-то на листалище, надо бегать же. Надо бежать по-натуральному. Подталкивая друг друга. Брат, давай пойдем. Брат, ну надо добежать. Как мы бежали? Я вот в стаевские дистанции на 3-5 километров бегал. Бежишь уже никакой. От всех уже убежали. Там еще пересеченная местность. И там уже начинаются братские отношения. Там уже еле-еле. Ну, что ты добежишь? Не знаю. Ну, ты давай, давай. Вот там сейчас горочка будет. Ты до нее добеги. Там, знаешь, с горочки получено второе дыхание. А, ну ладно. Раз, дотянул там уже. Глядишь, настроился, побежал как-то. Добежал, наконец-то. Каким там, не знаю. Ну, и у нас должно же быть. У нас хоть маленькое, но Христово братство должно быть. Христово. Здесь поддержки от братьев тоже сильно большой нежди. Вы понимаете, о чем идет речь? И каждый из нас должен сам в проповеди златоуста, которую батюшка дает, или братья читают, или то, что Игнатий Тихонович вспоминает это. И в его примерах жизни. Мы должны находить эти примеры для себя полезными. Ставить себя на первое место и первыми устремляться идти. Первыми устремлять братьев на это поприще. В подчтительности друг друга предупреждая. Спасибо, Христос, брат, за обличение. Игнатий Слава Христу. Я только к этому добавить, опять же, кило слова. Опять упрекаю. Ну, не упрекаю, а указываю. Вот, хорошо. Довериться Богу, чтобы огорчения не было. Пошли, братья, не пошли. Я буду делать свое дело. Вот мы собираемся ехать. Я уже поставил себе задачу, о чем молиться. Молиться о чем? Чтобы маршрут Бог указал. Дальше, как все собрать это, чтобы у нас было. Чтобы визы открыли. Чтобы сердца людей тех Бог приготовил и нас расположил туда. Ну, остальное команда у нас есть. У меня был момент, это Николай. Он заболел, приехал в пояснице. Николай Крущина. Я на нем молюсь, а про Витю говорить не надо. Витя здоровый, спортсмен. Как я пожалел потом об этом. Молюсь все время и всем говорю про Николая, а Виктора нету. Николай выздоровел, Николай едет, а Витя отказался. Почему? Его в молитве не было. А почему? А у нас в мае месяце будет какое-то там учителя, что-то повышение качества. Что у них там было? Его сестра приехала сегодня к нам. Ну, там ему надо было повысить квалификацию. Курсы повышения квалификации. Да, и вот он переначал. Там должно быть летом или когда, или к весне ли. А он теперь вот зимой пытается сделать контрольную, делает вот сейчас. Ну, стали молиться, я всем объявил. И Витя тогда все вовремя, я теперь еду. И вопросов никаких нет. Я его просто исключил из молитвы. Почему? Он едет, а что молиться-то, когда он едет? А получилось-то не так. Надежда Васильевна там ходит, Витя. Надежда Васильевна. Здесь о благовестии много говорил. Говорит, никто не ходит. А неизвестно ведь. Вот, допустим, я если еду, поехала к Валентине Павловне на автобусе 55-м, сажусь на последнее место, да вытаскиваю эту Евангелие от Иоанна, дарю соседке, которой я там со мной сидела. Она так возликовала. Вы даже не представляете, сколько она радости высказала здесь. Говорит, у меня столько вопросов есть. Говорит, вот так и так. Начала задавать вопросы. И я даже основку свою проехала, просто не услышала, что объявили. И я ей все говорила, говорила, отвечала на вопросы. Я, говорит, прихожу в церковь, хочу задать кому-то, а некому задавать. Мне никто ничего не говорит. Кого не спрошу, не знают. А как у меня... Я говорю, а вы войдите в сайт, я ей дала. Говорю, войдите сюда, вы на все вопросы найдете ответ. Ну и на это мы расстались с ней. Другой раз на втором автобусе. Здесь уже на первое сидение сажусь. И детям, и дети около меня много в школу ехали. Это сильно понятно. Благовестие одна из фольт-боговестей. Николай. Детская... Ну как женщина, она настолько... Спасибо Христос. Спасибо Христос, сказали уже, отблагодарили. Вот сестра. Я много бы не сказала, самое главное. Самое главное, остановите вовремя, так и остановите уже. Послушание. Все, правда, пожалуйста. Ревность какая по благовестию, безостановочной. Ну, тут, знаете, да, опять вернемся к благовестию. То есть, вот, я вот сейчас вот подумал, вот Виктор Андреев сказал, ну кто? Вот Алевтина Пантелеевна. Вроде она раз и смолчала. Вот давай там ты, там на меня, допустим, на другого. И все сидим и молчим здесь. А что мы можем сказать в таком случае где-то там постороннему человеку? И я вот думал, ну почему такое происходит? Вот, ну где-то в школе бывает, там раз, на уроке спросили, он язык проглотил и не знает, что сказать. А на улице как автомат Калашникова шпарит? Ну, там, пацаны. Анекдоты и прочего. Почему это происходит? Вы понимаете? А, и вот думал, думал, а, ну, это, 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 это мое такое субъективное мнение, что, к примеру, здесь вот, вот нас сидит тут 20 человек, да? К примеру, для того человека, для меня есть авторитеты. Игнать Тихонович, к примеру, Виктор Андреевич, Алевтина Пантелеевна. А я так, это, это, пальцем, Миша там, Коряковцев, авторитет, а я так то, вот тот, например, он, то-то может лучше меня, этот может быть, это лучше меня, та, то лучше меня, а я так то такой. Ну, что я могу сказать, что я сейчас буду со своим языком, я же ничего не помню, даты я не помню, ничего не знаю и молчу по этому. Ну, что мы можем сказать на улице в таком случае? Конфетки дарить и сказать, что вот она благословленная от батюшки, вот бери, вот и все, вы понимаете? А это уже, профессор Росипов говорит, что это язычеством пахнет, вы понимаете, в чем дело-то? Вот когда мы начинаем вот задабривать человека и прочее, а вот выйти из этой ситуации, я вот сейчас вот ездил по одному делу, ну, это так получилось у меня, я не знаю, кто мне решил, ну, может, потому что воскресенье, зашел весь магазин на меня, проходите, пожалуйста, мы вас ждали, я говорю, как Христа ждете? Они все встали, я пешили и стоят, не поймут, продавцы в магазине. А что? Я говорю, ну, с праздником вас, а с каким? Ну, вот, Христос вошел в Иерусалим, вот, а я к вам в магазин пришел, понимаете? Да, твои это интересны, что вы, может, у меня язык просто так вот развязался, вы понимаете? Хотя, сухо, жабры не болят у меня. Вот и все, потом достаю, это водительское удостоверение, там у меня визитки им дал, и все, говорю, вот здесь сайте, заходите, все узнаете о Христе. Даже чего не знаете, здесь все есть. Им тут удивительно, они опять же, может быть, этого будет и достаточно, а может и нет, я не знаю, но мне хватило три минуты, что я был в магазине, понимаете? Ведь важно-то не по времени тебе там отработать, как эти ходят, кришнаиты эти, свои барабаны крутят. Молитву читают. Не в этом дело. Господь дал одну молитву. Отче наш. А мы уже накрутили много. Они все нужны, ну а нужны-то для души, а не для того человека, который придет в церковь. И там два часа стоять, вот я им говорю это, на работе у нас, говорю, вот у нас служба, ну вот, к примеру, два с половиной часа. И что все на ногах, говорю, ну я говорю, не могу, у меня уже ноги измучены нарзаном я и прочее, но многие говорят, я присяду, а молодые стоят, мало того земные поклоны бьют, Марина в стоянии, говорю, о, да где же я смогу такое, говорю, а как же ты, ты хуже женщины, женщина коня на скаку остановит, а ты не можешь даже в церкви три часа постоять. Устыдишь его вроде, он стыдно, ну вот, вот так вот бывает в жизни. Василий Христос, брат, ты показал пример, как язык развязывать. А у меня, вот, когда я вспоминаю благовестие, вот, больше всего у меня самые лучшие воспоминания, это когда мы проповедовали возле драмтеатра, когда еще у Волков был Слава, и на этом этюднике раскладывали мы книги, и вот там была какая-то вдохновенная проповедь, я не знаю, с чем это связано, но почему-то, вот, мне вот именно эти дни вспоминаются, как самые лучшие дни моей жизни. И я хотя очень мало проповедовала, очень редко ходила, но почему-то это вот настолько было вдохновенно и настолько было ярко, и воспоминания эти такие чудные, я не знаю, с чем это связано, но вот хочется даже это время вернуть, вот где-то бы так же найти какое-то стационарное место. Ну, не знаешь, объясню. Да. Объясню. Есть такое слово «литургия», оно переводится в «общее дело». Ты участвовала в общем деле, и ты чувствовала, что без тебя здесь будет пробел, везде будет уже чего-то не хватать. Ты складывала книги, тебе определенный отдел дали, ты знала, за какими ящиками, ты знала, что мы едем без этого, не обойдемся. Ты в это время готовила нам с собой поесть, прекрасная хозяйка. Мы приезжаем, а что, да Надя Польгуева там уже опять приготовила, натолкала с собой там и редкие помидоры, и горячего еще обеда. Ты понимала, что ты одна из тех, без которых будет не так уютно. В нашем трудном положении мы ночуем в лесополосах, спрячемся ветками, закрываем машины, неизвестно где, дождь, пурга там, не пурга это, ветер, нас не касается это, мы должны ехать и ехать. И ты участница, и ты это чувствовала. Вот почему. Литургия, литургия это не только в алтаре, это вся наша жизнь, общее дело. И ты была участником его, при том участников не сторонним. Я вот вспоминаю, как вот там же ветреное место, этот этюдник постоянно сбивало ветром. И только собьет, мы опять эти ножки подкручиваем, там что-то это поднимаем, подправляем, книжки отряхаем от пыли. Ну ты понимаешь, это было редко, но вот с воспоминаниями... Потому что она в это вошла. Ножки плохие были, тогда потом сейчас сделали, сейчас отлично. Отец Геннадий, которого, ну он Григорий, которому Кришнаид голову отрезал, у него много жизней что было, о чем он и говорить боялся. Все-таки комсомольский работник республиканского масштаба на Украине. А потом он говорил, самые памятные дни были у меня, когда он сюда ко мне приехал, а я искал, кто будет помогать читать протоколы. Трагедия русской церкви, мученики 20 века, его голос везде слышится. Он всем талантом выложился там, у него такой голос, такая энергия. И он оборачиваясь назад, понимал, перед этим все поблекло. Вот мне Бог дал сделать так, что самое маленькое дело, которое я делаю, оно во мне ощущением общего дела, в котором участвовали апостолы. Я проиграю, а как бы поступил апостол, как я с ним. Сегодня я пригласил Христа вместо Закхея. То есть воображение развейте подальше. И, конечно, надо участвовать. Вот у меня сейчас, я не хочу, но оно все время думы идут. Почему задерживать нам с визой? Уже прямо почти критическое скоро будет положение. В два раза дольше. Виноваты мы сами. Что через это Господь сделает? Я уже решил, и когда мы пойдем в консульство английское, я уже везде подарю книги во всех, тем, которые работают. Для меня это ничего не стоит. Я больше о них стал молиться, больше думать. И, Господи, что ты усматриваешь? Мне тревожно. Я не могу скрыть это, потому что для нас самое главное вот германская виза. От нее зависит вообще, поедем мы куда или не поедем. Нас Бог дивно, дивно вел. Вот сегодня, вчера у меня разговор только был, секрета тут еще какое делать-то. Мы уезжаем. У нас с собой два фотоаппарата, два видеоаппарата. Ну, на случай, мало ли что, ломается как-то где-то. А в Потеряевке нету. Фотоаппарат еще ездят, а видео ни у кого нету. Ну, и летом-то они там находятся. Володя снимал бы там и в лагерь. Приезжают люди незнакомые, приезжают крещение принимать. А веника нету, который был там один. Мы его забрали с собой. Я батюшке говорю, батюшка, вот такой веник-то стоит столько-то. Ты бы сделал подарок Володе? Он тут как мураш всю зиму туда-сюда бегает, топит и прочее. А сделал так, да по Теряевке, чтобы он в Теряевке оставался. А когда Володя приезжает, ты ему дашь. По Теряевке у вас будет где-то. И все. Я сказал батюшке Вчаровешем, сегодня он поехал уже с видеоаппаратом. Все. Уже он. Все сделано. Это надо сначала почувствовать, быть соучастником этого дела. Мы едем, снимаем и снимаем. А Володя сидит здесь. Ну, снимать-то нечем, у него нет. А мы приедем, у нас тут еще будет сокровище какое. Если кто не знает, я еще раз повторю. Мы начали записывать по теме «Жития святых во свете Библии». 12 роликов поставили, всего будет примерно 88. По одной тематике. Это что-то. Где вы их поставили? В нашем видеоканале, по порядку идут. В Mail.ru? Да почему они? В YouTube. Я перетащил их на форум, они все на форуме. А что? Где их там? Я сейчас не захожу, но после поставлю. Закониспост. О! А на диск-то можно будет записать? Вот эти. На диск-то можно будет. Итак, главная мысль, цеха, о которой мы говорили, что нужно бежать, то есть действовать нужно. Не сидеть на месте, а нужно идти, нужно работать, нужно проповедовать, нужно благовествовать. В любой ситуации нужно чувствовать, что ты должен, самое главное, дело вверенное тебе, как христианину, благовестие делать, делать так, как должно, чтобы получить награду, а иначе ничего и не будет, если с другими намерениями к этому делу приступать. Следующий стих. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. То есть награда-то совершенно разная. Вы, говорит, должны бежать так, как чтобы получить... Подожди минутку, скажи это вслух Виктору Андреевичу. На, послушай, батюшка, что я вам сказал, скажи, сейчас, говорил. Свидетели вы. Батюшка, повторите, что Игнать Тихоновичу сказали. Игнать Тихонович просит. Баб, повтори. Ну, Игнать Тихонович, вот он... Я прошу повторить, повтори, что мне сказал. Просит повторить. Просит повторить. Понятно. То есть она куплена для Потеряевки. Да, да, да. Володя будет доверенно пользоваться ей. Таня, будь свидетелем. Давай. Что? Я не знал, в какой момент сказать об этом подошло. Я вообще не думал даже об этом говорить. Но как-то так подвернулось. И я говорю, а батюшка, ни раньше, ни позже, в этот же момент, он звонит об этом аппарате. Все. Деньги завтра высылаю. Все это куплено. Деньги-то я отдал за него. Володя приезжать, он у него будет. Что это? Просто так случайно? Да вы договорились. Не договорился. Не договорился, но я видел СМС-ку тайну скидывал. Я, во-первых, не звоню никогда. Никогда не звоню. Только ко мне звонят. А если он лет пять назад положил мне сколько, так и лежит. Я только стеряюсь еще. Они уже обесценились там. Деньги-то. Деньги-то. Давай дальше. Итак, читаем толкование. Еще раз стих. Все подвижники воздерживаются от всего для получения венца тленного, а мы нетленного. То есть те для получения венца тленного, а мы нетленного. Вы, говорит, должны бежать так, чтобы получить. А этого не бывает без любви, которой вы не имеете. Хотя вы и почитаете себя совершенными, но несправедливо, ибо вы еще не достигли всего. Намекая же на то, что у них много было недостатков, ибо между ними водились чревоугодия, блуд и пьянство. Говорит. Все подвижники воздерживаются от всего. Не от того или и другого, но от всего воздерживаются. Итак, признайтесь, что вы еще далеко не совершенны. И вы знаете, что получение награды обусловливается воздержанием. Это уже обличение. Они воздерживаются для получения тленного венца, а мы не делаем это и для венца нетленного. Ну, рассуждение по этому стиху. А воздержание, да, брат? Ну, в первую очередь, это относится к посту, который сейчас у нас идет, Великий пост. Что это все для венца нетленного. То есть для спасения, как и для пользы для тела, так и для пользы для души идет у нас пост именно. Тут еще один момент. Сегодня я посмотрел. Президент Российской Федерации, Путин Владимир Владимирович, вызван был куда-то на какой-то завод. Он идет, и перед ним идет начальник, а второй, видимо, его дублирует, контролирует. И тут выстроены в ряд. Ему говорят, вот оборудование, которого ни у кого нет такого. Как это спецподразделения готовится, которого никогда ни у кого не было. Эти люди от всего воздерживаются. И показывают, какие приборы на нем, не только ночное видение, как сразу так, и тот, кто дальше его видит, как у него продвижение тут идет. Все. Второе. Вот это, вот это снайпер. И какое у него там навешано. Там столько прибамбосов, этих конца край нет. Дальше. Вот это, вот это радистская. Показывает женщина. Так, а Путин идет, так, пощупает одежда, это чего. А ему говорят, что вот это пуля там и прочее. Кевлар. Да. И вот следующее. И у каждого своя специальность. Это целый ряд каких-то будет людей. Но это один из них, который показывает президенту, как они работают. Над этим вот. Такое вот одеяние. Какие вот разные там приборы на нем спереди, сзади. И если президент ходит и сам ощупает, а это не старик, не Брежнев. Это значит, как раз они работают. И те, которые там стоят, пузатых никого нет. Показывают, если как в спортзалах, как они от всего воздерживаются. У меня товарищ был, он на арафоне, 142 километра. Я за стол сажу, он говорит, так это не положено есть. А что ты ешь, что-то? Каша отяжеляет. Так солдатская еда. Я знаю, я в армии, но она отяжеляет. Воздерживается. Видит чемпиона. Ему сообщили, у тебя родился в Вильбурге. Родился сын, а его тренер сразу посмотрел по своим этим календарям. Так, 9 месяцев назад были тренировки. Я же говорил, с женой не иметь дела. Ты едва не проиграл. За 9 месяцев, если у тебя было общение с женщиной, ты потерял силу. Вот от чего воздерживаться. Самое трудное воздерживаться от общения с женщиной, с законом с женой. И тренер его сразу высчитал назад в это время. Я же говорил, не иметь никакого общения. У тебя сила пошла в них только место. Вот как воздерживаться надо. А для Бога, для Бога, ясно дело, для вечности. Не иные, говорит, так, иные сами себя скопили. А для чего? Чтобы целиком быть преданным Богу. От многого отказались. Вспомните фильм Еремия. Он хотел жениться, то другое. Бог сказал, не бойт у тебя детей. Ты должен нести еду. Мы жену прям зарезали. Не жену, а невесту. Прям тут же и зарезали при нем. Это не только сон, не только еда. Это лишнего не сказать. Господствует над языком. Вот на меня нападают. Вчера у меня большая такая прям возникает, как перепалка. С одним другим. Я отвечаю. А почему вы не отвечаете? Вы поражение потерпели? Я на это уже не отвечаю. Если начинают уже совсем далеко идти, я просто закрываю и спать ложусь. Воздержаться знать где. Это опыт. Я прикидываю на братья. По-моему, им стали говорить воздержаться. Нет, почему? Они их знания распирает. Вот у меня брат один приезжает. Ну, по-за глаза, как говорится, сказать так. Ну, Игорь Третьяков. Он много знает. Не может сказать. Ну, вот он, я его вызвал, и мы с ним вместе насчитываем. Он считает. Вопрос, я ответ по житиям. На завтра пошли уже вопросы. Так, вы этого человека замените. Он не подготовленный считать. Я говорю, да готовый текст. Можно. Вы что, не понимаете ничего? Вам ли это говорить? Я говорю, да у него все есть и знания. Игорь Тихович, вы как ребенок маленький. У него харизмы нет на это. Слова он считает. И слова эти на экране идут у нас, которые он считает. И там, за тысячи километров, люди это увидели. Я ему выговариваю. Ты готовился к этому? Ты пережил это или нет? У меня четыре причины, которые мешают мне насчитывать. Зрение ослаблено. У меня глаз совсем этот плохо видит. Вот с аппаратом сижу, зубов не хватает. И бронхи порченные в тюрьме. Я задыхаюсь. Он говорит, считайте, вы все равно принимаются. Я поговорил с ним и говорю, давай постарайся где-то. Я просто не могу. Это люди чувствуют издалека. Но это чувствуют очень редко кто-то, духовные только. Они это понимают. У меня было, я просил помочь читать Иоанна Златоуста. Было. Я избирал людей с высшим образованием, хорошо читающих. И я им дал. Начитывает такой-то том. Проходит месяц, а пленки пошли далеко. Отовсюду пошло. Вот этот том. Вы начали. Зачем вы дали такого? Это не слушается. А человек, как командир, считает командирским голосом такой. Не пойдет. Мне пришлось пленки возвращать и заново перечитывать. Я считаю, что я не диктор, не левитан Юрий. У меня голос писклявый такой. Он слушается. А Библию насчитанное много сейчас уже. А берут все время моих где-нибудь выступления. Все берут. Почему? Этот человек с ошибками считает один. Говорит, его к стенке мало поставить на меня. Но там вера. И я, говорит, предпочел скачать именно его вариацию, как он насчитывает. Почему? Он живет этим. Вы послушали, как он считает? Ну, я как считаю? Я просто живу, я это знаю. Вы вот этого выбросите у Бога жить тем, о чем мы говорим. Можно краснобайствовать очень много. Но будет ли это так? Или как тебе дали поручение, в долгий ящик положил и забыл. Сделать вот эту неделю. Старайтесь меньше работать. Пасхальная неделя, если можно. А дальше, ну, врубаемся в две смены. И все, успеешь. Игнать Игнатьевич, вы неправильно сказали, у вас не писклявый голос. Я так, я говорю. Вы хотели сказать фальцет? Нет, я просто... Писклявый, я сравниваю с кем-то, с левитаном. Я сравниваю с левитаном. Зато, если вы говорите, у вас в голосе хватает интонации. Понимаете? Завершить. А если предложение, то вообще раскрывается смысл. Я вот, допустим, слушаю пророков. Пророков вообще невозможно их начитать. Но, однако, вам удается это сделать. Потому что, ну, не знаю, вы пришли. Пришел ко мне, пришел. Пришел не один. Пришли к тому, что он же и живет. Так, что живет человек этим. Я говорю, вопросы считайте, считайте. Неправильно. А что неправильно? Ну, сами подумайте, как вопрос. Человек задает. И так, вас все время в этом обвиняют. Вас сажали. Вам что это? Не по барабану? Это мне вопрос пишут в университете. Вы все остаетесь тот же. Я не знаю. Вы или великий святой, или великий еретик. Ну, когда кого-то доходит. Понимаете? Я теперь припоминать должен. Как этот человек мог сказать? Какой интонации? Говорю, пересчитай заново. Но считать не так. Еще как. Третий, четвертый раз. Вот сейчас чуть-чуть захватил только. Ты живи этим. Тебе упрек. Тяжелый упрек. Бросили в глаза. На вас ничто не действует. Обычный человек попадает в трудные обстоятельства. Он кается и меняет характер. Я сколько за вами слежу десятилетиями. Вы ничего не меняете у себя. Вас хоть, говорит, кол на голове тиши. Вы все стоите на своем. Бесовская какая-то одержимость у вас. Или действительно вы только духом святым дышите. Ему надо узнать. У меня ничего не изменилось за 50 лет. Меня сразу человек уверовал. Потом ему одно открылось. Другое у меня открылось. Сразу все. В первый день. Дальше только углубления какие-то были. Почему? Это избранищество. Я это неоднократно слово употребляю. Проверь себя в этом. Я отвечаю. С этим я не знаком. Это нет. Я все время молюсь. Сатане место тут трудно найти. Если ты семь раз в день, а не семь, получается, десять иной раз. Сатане щелей мало остается. Но главное это жена. Вот через жену тут, через женщину тут больше всего сатана влепляется. Но переживи, переживи. Сумей ее туда же привлечь. Довести до неба. Я знаю, это не нравится. Но это так. Я хочу сказать... Я хочу сказать, что про Игоря Третьякова очень много у брата сомнений возникает. Я думаю, что если только до такой степени кому-то не понравилось, значит тот вопрос, который разбирали, он сам его до конца не принял. Он не разбирал, считал готовое, на интонации. Да, вот я понимаю, его почему не хватает у него. Потому что он, если он только вникает, у него получается. Но он не вник нисколько. Он это как рутинное дело пошел на это. Он человек, кто-то говорит. Он, видно, со всеми подготовился. Не прочитал. Игорь Тихонович, вы это на десять раз прочитали. Вы это прочувствовали, это прожили. Вы там живете постоянно. Он погружен совсем в другую среду. Он это даже не прочитал ни разу. Он пришел и стал с листа читать. Но это невозможно сравнивать совершенно. Тем более у него мысли сейчас в голове совсем не о том. У него сейчас о работе. Семья, дети. У него переход с одного на другое. Он только что освободил комнату для мамы. Наконец-то книги ко мне перевез. Он сейчас счастлив от этого. Наконец-то комната пустая. Тут мама будет жить, не будет роптать, ничего. Все. У него вот тут вот наладится жизнь. Теперь дальше ремонты какие-то пойдут. У него в голове-то там, конечно... Надо было его подготовить. Видите, вы привыкли. Он, хотя бы один раз прочитал текст, он почувствовал, о чем речь. А потом уже давайте ему читать. Можно еще сказать? Давай, почитайте. Следующее. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Что это значит? Как на неверное. То, что я все делаю с целью, когда обрезываю, когда стригусь и ничего не делаю без мысли и без цели, как вы. Ибо какая цель? Есть и доложертвенная, когда другие погибают из-за этого. Решитель никакой. Посему, делая это без разумения, без разумного основания, вы бежите на неверное и без цели, и напрасно. Как превосходный учитель, апостол сам себя прямо выставляет. Пример. Я имею, кого поражать именно дьявола, а вы не поражаете его, но совершенство знания употребляете на сугиту. То есть, нужно знать, для чего делать. Бежать так, знать, зачем бежишь ты. За тленным венцом или нетленным венцом. А не так, чтобы просто бежать, бить воздух, как он сказал, в пустую. Бесцельно. А вопрос можно? Да, брат. Да вот тут сказали, а что такое харизма? Харизма, что такое вопрос? Да не, я сказал, то сказал человек, который... Вот я и спрашиваю, что такое харизма. Да, не будет. Это не об этом вообще. Нет, а вот, ну это прошло, это запускай. Понимают ли все, что такое харизма? Ну это может... Что такое харизма, а ты? Да, да. От этого пошли. Можно про женщин, да. Это как-то характер, шарм какой-то вот такой. У характера привлекательность. Чем привлекает человек? Валентина Павлович сравнивает харизму с шармом, привлекательностью. В этом что-то есть. Да, похоже, но не все, не полностью. Я полагаю... Я полагаю, брат, я попытаюсь ответить на твой вопрос. Хорошо, брат. Харизма, это вот я как-то вижу, это тоже вот как бы привлекательность, да, что все, какой-то почерк у него необычный. То есть человек, который может там как-то человеку объяснить. Доходчивость сделать. То есть может проповедовать, благорецтовать. То есть вот один, например, может пять человек привлечь. А какой-то харизма может быть тысячу чего привлекет. То есть какой-то святой там великий, например, какой-нибудь там, например, Ионт Атаут. Или там еще кто-то. Ты тоже харизма свое плаantu говорите. Конечно. То есть здесь как-то очень много, да, именно вы... Вот сегодня эту тему изучали, да? что говорили, что каждый должен стать для людей своим, для такого-то безбожника своим. Это же тоже талант, надо быть психологом, это нужно знать, тонкости все, это надо чувствовать. Каждым человеком, например, взрослым надо так говорить с дедушкой, так говорить с молодым человеком по-другому, женщиной замужней по-одному, с холостой по-другому, то есть это очень тонко все. Профессия. Это на самом деле жулики, например, пришли бабулек, деньги отняли, например, обманули как-то там что-то. Это же тоже харизма у них, как вы говорите, да? А если бы эту харизму привлек, например, не просто обманывать людей, а к Богу привлекать, то знаете, сколько могу людей привлечь? Ну, я полагаю, что харизма, это должно объединять в себе и внешнее, и внутреннее содержание человека, о котором речь идет, что харизма у него такая или иная. Вот поэтому этот человек за тысячи километров, он почувствовал прежде всего внутреннюю харизму, он чувствует, что жизнь, что этот человек, который говорил до Игоря, он живет так, он не отличается, его слова, которые он произносит, которые произносит этот человек, они в нем живут, эти слова, он именно пропитан до конца, и поэтому вот эта вот внутренняя харизма прежде всего и затронула его, а не то, что внешнее различие у него там борода черная, у этого седая борода. То есть, конечно, в совокупности, это харизма, это и внешнее, и внутреннее. Но вот главное, конечно, это внутренняя харизма. Она как сияние. Да. Можно еще. Она тоже бывает со знаком плюс, со знаком минус. Естественно. Следующий стих. Последний стих, и мы закончим. Главу. 27 стих 9 главы. Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Здесь указывает на то, что они преданы чревоугодию и извиняют оное под предлогом совершенства. А я, говорит, переношу всякий труд, чтобы жить целомудренно. Ибо усмиряю, глаза подбиваю, значит, бьюсь с телом. Этим словом называются синяки под глазами, которые бывают от побоев. Итак, апостол хочет показать, что борьба с природой – подвиг многотрудный. Ибо тело, говорит, очень самовластно и сильно в противоборстве. Сильно. Сильно в противоборстве. Поскольку уже сказал «усмиряю» и упомянул о синяках, то тотчас присовокупил и «порабощаю». «Дабы ты знал, что тело нужно не уничтожать, но как раба своевольного укращать и подчинять, что свойственно господину, а не врагу». Некоторые же думают, что это сказано в смысле более тесном, вместо «изнуряю» голодом. Но такое мнение несправедливо, ибо тогда должно было бы стоять другое слово. И через это возбуждает их к большей трезвости. Ибо если мне, говорит, недостаточно для спасения проповедовать и учить, но нужно еще представить самого себя беспорочным во всем, как же вы можете спастись одной только верой, когда вы служите столь многим страстям? Я везу вас к слову «харизма». Вы никак не соединяете со словом «помазание». «Помазание» и «посвящение». Вот соедините с двумя этими словами. Я вам на домашнее задание. «Помазание» и «посвящение». С двумя этими словами. И в них постарайтесь найти главный ответ. Имеет ли человек помазание на какое-то дело? У Серахова об этом говорит. Бывает, человек говорит, а много говорит, а бесполезен до своей души. И бывает, говорит, много и противен, то есть нет харизмы на это. Он научился, у него возможность есть. Мать партийный работник, она его продвигает. А дальше кончается ничем. Вот тут был депутат Владимир Ружков. Может, слышали? Он многолетний был в Думе, везде. Это молодой листович? Это молодой листович? Молодой. Да. Это... Даже я не знаю. Одно время мне городская администрация говорила. Говорили, даже, кажется, позвонили. Вы так много встречаетесь с людьми и то, другое. Вы не могли бы посодействовать, говорить об этом, чтобы Владимира Рыжкова снова избрали депутатом в Российскую Думу. Я говорю, знаете что? Я обмылками в банях чужих не занимаюсь. И на этом все. Повесил трубку. Понятно? Можно? Да. Ну, к заданию, к домашнему. Давайте прочитаем, что такое харизма, что говорит словарь об этом. Вообще, в переводе с греческого. Это милость, дар. Все. Далее. Особая одаренность, исключительность личности в интеллектуальном, духовном или каком-нибудь другом отношении. То есть, в словаре Комлева тоже упоминается высокая одаренность, личная притягательность, харизматический, характеризующаяся харизмой. То есть, это человек, способный повести за собой других. Качество лидера. Вот у меня мне пишут враги. Везде, вот это и везде. Это харизматический лидер. Харизматический лидер. Почему это? Связано с посвящением Бога, дающим Бог силу помазания, разумения и мир. Да, я иногда удивляюсь на братья. Тут можно было удержаться. Почему они удержались-то? Руку. Что здесь я? Записал. Брат, поднимай эту руку. Да, брат. Я могу сказать, что где можно ответ найти. Одно из мест писаний, это 1 Коринфян, 12 глава. Там написано «Дары различные». И там перечисление идет. Вот видите, мы уже узнали, что это такое. И тот человек, который сказал, читающий не имеет на это харизмы, это не означает, что не может читать. Он может, но проникнуть и другого в это поверить, у него на это нет. Он не может это сделать. А это дар Божий. Это помазание на это. Посвящение на эту должность. Вот почему они избрали, изберите из среды себя, изведанных, исполненных Духом Святым. Они имели особую харизму, вот эти 7 диаконов. На что? Вовремя раздавать обет. Вот все страна обслуживает, это особая харизма. А ты, знаешь, у меня еще нет, ты даже не знаешь. Твоя харизма, нас на таланты наблюдают. Так, попутно. Разузнайте с Ваней Барышниковой, что ее еще не было. Не было. Ну, не было бы Барышниковой. Ну, как не было? Не было и не было бы. Она просто, ей рано очень, да рано очень, когда тяжело ей выходить, там идет она. Да, она далеко живет. Темно еще. Ну, она возле Тольменки там рядом. Еще, я хотел сказать, у нас занятия проходят, вот у Сергея, и у него, у нас, как эти, можно сказать, по скайпу новые души, да, как бы участвуют. Вот у нас Михаил участвует, потом девушка вышла, Катя, она к отцу Геннадию ходит на лекции, молится. Она была сектанткой, сейчас православная. Сильно просится в лагерь, очень сильно. Она просится? Очень. Я не отвечаю, говорю, нельзя, ты одна, одна, мы не можем тебя, и тем более не знаем. Ходотайство, пусть отца Геннадия будет за тебя, он тебя знает. Иди к нему, она к нему и ходит туда, к отцу Геннадию фасту. А оттуда ничего не было, таких я не принимаю. Две женщины вышли, Алмата, мы хотим в лагере бесплатно поработать, мы православные. Я говорю, только через батюшку, но у меня определенное правило, пойти к батюшке, пусть он приснет бланк. Нам нужны одобрительные письма, потому что мы вас не знаем. Не надо бояться, кто-то за глаза скажет. Апостол Павел говорит, мне сделалось известно о домашних хлоины. Хлоины, кто они, домашние хлоины? Был какой-то господин, были рабы, они приехали к Павлу и говорят, что у нас в церкви делается, бардак настоящий. Этот женился, взял молодую, говорит, хозяйку-то. А сын-то не на много от его возраста разница, а бывает, что такого возраста, и он с ней живет. И апостол написал пятую главу. У вас такой грех, которого у язычников нет. Коринфянам, первое послание Коринфянам. И это мне сделалось известно. Поэтому, если даже вот так где-то говорят, надо проверить, а не пренебрегать. Павел не пренебрег. И благодаря этому потянул за такой корень, который тащат и сегодня еще. У нас люди, которые одно время любили только седьмую главу, первую Коринфянам. Жениться, не жениться. И когда бы где-нибудь ни были, у него только об этом. У него седьмая глава уже мозги извертела. Но потом постепенно начал отползать. Видите, как. На третью главу. Да, Тарас. Видите, харизма по помазанию и еще по священию, да? По священию. Ну вот что Николай просчитал, вот это и есть. Помазание – это явная присутствие Божьей силы. Это шестое качество лидера, привлекательность. Пять качеств ты можешь добиться. Харизматы. Жесткость. Выполнять. У тебя будет 200 процентов, а привлекательность ты не можешь добиться. Харизматы найдете. Это слишком много надо будет. Во много надо себя донить. Не харизматы. Кто такие? Ну харизматы – это не означает, что они имеют харизму. Харизма бывает от темной силы. Особая сила. Однократное слово. Мы закончили девятую главу. Время закончено. Молимся. Я просил крепки вот такие, которые бумагу скрепляют. Принесите мне, скрепок 10. Игнат Ильич. Раньше мы молились, тридцать святое и сто поклонок. Я как на работу собираюсь. Лишняя одежда долой. Давайте сегодня полный. Чем? Семь минут. Полный чем совершен. Как у нас принято. Тесно. Боже, милостью, будь мне грешным. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчестное, если грешил Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых, отец наши, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Царю небесный, утешителю души истины. И живи везде, Сыне и вся исполняй сокровища благих и жизнеподателю. Приди и вселись овны и очистенный от всяких скверных. Спаси блаже души наши. Святый Божий, святый и крепкий, святый и бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресной во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресной во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и Си на небесе. Да светится имя Твое. Да приедет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли. Хлеб наш насущенный, дашь нам днесь. И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Далее сто поклонов. Десять пунктов по десять поклонов. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе наш Бог и Его во очи. Свят, свят, свят Господь Саваук. Вся земля полна слава Его. Аллилуйя. Слава Вышней Богу на земле. Мир в человеках благоволения. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, когда даровал веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю за день, в который Ты даровал мне святое Слово Твое, святую Библию и веру в нее. И указал на толкование святых отцов, как на истину. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас с молитвами своими. Матерь Божия, благодарю Тебя за услышанную молитву и помощь. Избавила от падения и сокрушения. Предательства и измены. Молодушия, уныния и отчаяния. И впредь не оставь Твоим покровом. Но покрой нас святым Твоим амофором. И сопутствуй нам в этом путешествии, если оно состоится. Закрой нас от неприятелей и творящих пакостей. Защити наследие Твое, Господи. Приводи с нами, Владыка. Ангел Христов, Хранитель мой святой. Моли Бога о мне грешнем. Добрый мой ангел, сколько лет Ты хранил душу мою от многих видимых и невидимых опасностей днем и ночью. Не покинь в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным. И веди душу мою навеки. Вечное Царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн, креститель предтеча Христов. Моли Бога о нас. Благодарю Тебя, Иоанн, за помощь услышанную молитву. Господи, научи нас жить и в бедности. Имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. И каждому дару и жилье. Священнику Сергею и Гаврилу. Господи, слава Тебе. Укрепи народ Твой. И даруй силу крепости. Не страшиться старее начальствующих. Не участвовать в бесплодных делах сьмы. Но и обличать. Господи Божий наш. Укрепи народ Твой. Святитель Христов Никола. Мирликийский чудотворец. Образ крутости и воздержания. Добрый архипастырь. Моли Бога о нас. Благодарю за услышанную молитву о людях и животных. И озаботься о нашей живности. Умоли Господа Бога послать нам все необходимое. Для благовестия и путешествия. И пошли, Господи, добрые жители в селение наше. Сохрани нас здесь и селение от пожара, воровы, нечистой силы. Аллилуйя. Молите Бога нас, святых, пророки Божии. Пророк Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездрани, Емя, Моста, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Азеки, Иосия, Иаиль. Агей, Сапония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отрок и пророк Михей, Авраам, Исаак, Яков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь своим, дабы день прихода Твоего нашего отшествия с земли не заставлен с неготовыми. Но вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными или добрых дел, с отделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, херувимы и серафимы и все небесные силы, престолу Божию и предстоящие. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые всехвальные апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн. Да дарит Господь нам жажду и следует священное писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы. Игнатий Богоносец, Поликарм, Свинский, Усин, Философ, Космай, Адамиян, Андрей Стратилат и Иерун, мученик. Климент Римский, Климент Анкирский, Архимник, Амедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон. Сорок святых мучеников, царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, да дарует Господь крепкую нам веру, дабы никто не принял очертания зверя. И дай веру Анфиму, Вениамину, истребей из них, зверонравный характер. И устраши родителей за такое ложное воспитание. Не дай никому погибнуть. Аллилуйя. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Анасий Великий, Ипрем Сирин, Антоний Макарий, Макарий, Антоний Феодосий, Корнилиев, Сергий Радоневский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Антабольский, Антараштадский, Анташанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Филарет. И все перевозчики священного писания, молите Бога о нас, Да сохранит нас Господь в святой православной вере. А замыс и ретиков, ничто преврати, разруши всех, Приведи к единству веры в святой апостольской церкви. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые жены и девы. Фекла первомущин, Сафатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария Египетская, Прискила и Акила, Андроник и Юня, Киприяна, Устина, Да дамит Господь им послушание, молчание, Соломудрие и стыдливость женам и девам, И сохрани их от всяческого поругания. Украти непокоримость Галины, Екатерины, Евгении, Надежды, 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 Светланы, Марии, Раисы, Марина, Юлия, Людмила. И прими нашу молитву в изъяние рук, как жертву вечернюю, благоухание, Приятное перед престолом благодати Твоей. И соедини нашу молитву с молитвами всех святых, Молящих Тебе на небе и на земле, ибо Ты сам повелел, Чтоб на всяком месте мужи поднимали руки без гнева и сомнения. И, как мы знаем, и в житиях жены молились поднятыми вверх руками. Господи, услыши нашу молитву, Господи, и соедини ее с молитвами всех святых, Молящих Тебе на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушает и слышит раб Твой. Говори, Господи, Владыка, слушает и слышит раб Твой. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Ну, шкорки можно открыть.